Я вот в той школе, когда училась, все-таки был момент, зима, хлопья снега, тепло еще. Ты выходишь на крыльцо, и просто около этого крыльца лежит замерзший мертвый человек. Это прям бандитское страшное время было. Там разборки каждый день были, кто-то дрался, на асфальте кровь. Вечером кричали постоянно какие-то девочки, помогите. Все пугало. И могли сбить, могли избить, могли в лифте тебя убить, или ты умрешь. Столько всего этого вместе скопилось, страшного, негативного, что сидел дома и боялся даже землетрясения. То есть весь детский мир мой рухнул, когда я начала видеть эту смерть. Мне приходилось драться со всеми, с мальчиками, в том числе по лицу получать. Но ходила туда, как на каторгу. Мысли о суициде тоже так появлялись, появлялись. В детстве знала, что я хочу стать певицей. У меня была сразу эта цель. Не было других абсолютно. Было только я хочу стать певицей, я хочу петь, петь. Я вообще вижу себя со сценой. Я не вижу себя за какими-то бумажками, бухгалтерия, вот эта прочая возня, мирская суета. Я ничего против семьи не имею, но это совершенно другая жизнь. Она, может быть, не такая экстремальная. Я тут не особо кому-то нужна, в принципе. Но я имею в виду по части моих данных. Вот казалось бы, ты вроде все умеешь, да? Ну не все, но как-то так, да? Вроде такой интересный, с виду кажется полезный. А вот нифига ты никому не нужен. Ты как бы нужен в каких-то областях, которые у нас, ну, можно сказать, мрачные. В каких-то торговлях участвовать, в офисах, мышью с херой быть, там, на заводах что-то горбатиться. Краску какую-то ядовитую нюхать. Ну, как бы, что-то тут такое нужно. А вот именно, на что ты способен, это никому не нужно. Даже вот много уже слышала в свой адрес, когда говорили, да, все прекрасно, там, и данные, и произведения, но это не формат. Я помню, ну, написала письмо, как бы, своим родителям, что действительно, ну, возможно, я не та дочка, которую они, допустим, хотели. А, что-то начинается. Ерунда какая-то. Ну, в общем, я думала, что когда-нибудь покажу им это. Ну, я его, естественно, куда-то отложила. Ну, потому что это действительно сложно. То есть они тебя очень любят, да? Говорят же, что девяносники — это дети любви. Вас поэтому так мало. Ну, то есть я думала, да мне должны были достаться другие вообще родители, которые бы относились ко мне по-жесткому как-то. Субтитры создавал DimaTorzok